Очень хороший гимн. Хор пропел. Целая проповедь. Прекрасное пение. Братья и сестры, мы откроем место Священного Писания, которое записано в 1-е послание Петра, 2-я глава, 7-й текст. 2-я глава, 7-й стих. Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла. Камень притыкания и камень соблазна, о которой они притыкаются, не покоряясь Слову, на что они и оставлены. На что они и оставлены. Как приговор звучит, да? Вот когда Господь оставляет человека, это самое страшное, что может быть для человека. Это Господь не разговаривает с человеком. На что они и оставлены. А почему оставлены? Ну, во-первых, вот не воспользовались этим камнем, который должны были положить в основание строительства духовного своего. Дома или семьи, общества какого-то, церкви. Вот тут сказано народу израильскому. Ведь вообще вся Библия, братья и сестры, вот буквально от корочки до корочки, знаете, кому написано? Верующим. Ни одного слова не написано неверующим. Даже нам кажется, что 13-й псалом и 52-й, да, или 1-й, там сказано, сказал безумец в сердце своем, нету Бога. Он тоже, это к верующим написано, потому что ему стыдно было говорить при всех, все же верующие, все говорят, есть Бог. А вот ему стыдно, конечно, признаться, что он среди верующих, быть неверующим. Это лицемер. И вот он говорит, сказал безумец в сердце своем, нету Бога. Он только в сердце. А на устах он говорил, есть Бог, верующий человек. Так вот, вся Библия, и особенно Новый Завет, написано верующим. Церкви такой-то, церкви такой-то, церкви такой-то. И вот то, что пишет апостол Петр, это тоже верующим. Но эти верующие, как неверующие, потому что отвергли, не поверили в этот, не возложили упования на это основание, оставили это основание. Вот, и стали свое какое-то основание делать. И, естественно, отвергли Слово Господне. И не просто отвергли, ведь сначала идет что? Неверие, непослушание, а потом уже противление. Вот то, что это было и в раю. Сначала не поверила Ева, потом засомневалась, вот, стала противиться, а потом, ну, просто уже противница стала. И человечество становится противником. Не покоряй Слово. И вот, когда человек не покоряется Слово, Господь оставляет. Почему? А как иначе разговаривать? Как иначе, чтобы дошло вот это Слово Божие, чтобы, или воля Божия, чтобы дошла до сознания человека, Господь не может по-другому. Поэтому и оставляет, и для этого человеку очень печально. Братья и сестры, вот сегодня у меня на сердце поговорить о том, как нельзя. Как нельзя. Вот здесь, как бы, вот в прочитанном тексте, допустим, шестой, пятый, шестой стих говорит о том, что как надо. А восьмой, седьмой стих говорит, как нельзя. И вот как нельзя, мы об этом на примере Священного Писания поговорим. На примере Священного Писания поговорим. Наверное, каждый из нас, особенно у кого были дети, покупали книжечки такие, и сами, наверное, смотрели. И в этих книжечках, брошюрках нарисованные картинки. И, значит, задание такое было дано. Что неправильно нарисовано? Да, и вот человек смотрит на эти рисунки, и смотрит, что там неправильно нарисовано. И то неправильно нарисовано, и то. Однажды ко мне, меня позвал у нас брат один обратился. Человек обратился к Господу. Он из очень преступного мира был. Но у него было хобби рисовать. И причем так он рисовал, что даже в Третьяковскую галерею у него покупали. Там несколько его рисунков висит в Третьяковке. И вот так красиво рисовал. Он меня пригласил. Я еще был молодым человеком, еще до армии был. И вот он говорит, вот я нарисовал картину. Вот скажи, что тут не так? И провозглашает. Картина называется «Запустение». Братья и сестры, я впервые влюбился в искусство. В картину так было нарисовано. И он потом перерисовал картину, потому что не соответствовало его замыслу. Там не получилось запустение. Там, наоборот, восторг. Вот в этом критика не прошла. Он говорит, вот найди, что тут не так? Я и с той стороны подойду. Там большое очень полотно. И не смог определить. В жизни, братья и сестры, мы тоже часто не можем определить, как надо строить свою семью, церковь. Как строить? Вот, казалось бы, все вроде правильно. Вроде я хочу благословения. А кто из нас не хочет этих благословений? Каждый день мы молимся. Господи, благослови нас. Мы молимся, мы хотим этих благословений. Но по факту бывает, что не всегда мы имеем эти благословения. Более того, зачастую, зачастую, как в той, как бы, сказке Пушкина, да? У разбитого корыта оказываемся, да? Вот. Так получается. И в чем же дело? Где я сделал не так? Где поступил не так? Послание апостола Павла к Евсянам, 5 главе, 17 стих, 18, там сказано. Итак, не будьте нерассудительны, но рассудительны. Познавайте, что есть воля Божья. По жизни мы, если кто нам скажет, ну, безумец, обидимся. Правильно, да? И Слово Божие запрещает нам так говорить. Ну, если, а проходит жизнь, вы знаете, и нам кажется, действительно был безумец. Почему? Потому что вот дано нам время для того, чтобы нам узнать волю Божью. Вот в каком-то особенно, в некоторых моментах особенно мы нуждаемся, чтобы Господь нам открыл волю свою. Открыл волю свою. И если мы не поступаем так, то мы, ну, безумцы, оказываемся потом. Хотя, когда мы что-то вот начинали предпринимать, нам казалось, как я хорошо сделал, как все правильно, какие у меня мысли. То есть, вот такие моменты бывают. Книга Судей, 17-18 глава. Мы будем рассуждать именно вот на две главы. И начинаются эти повествования так. «Был некто на горе Ефремовой именем Миха. Он сказал матери своей, Тысяча сто сиклей серебра, которые у тебя взяты, из-за которые ты при мне изрекла проклятие, то серебро у меня я взял его. Мать его сказала, благословен сын мой у Господа». Начинаются повествования. Вот Миха был, там на горе Ефремовой он жил. И вот такая ситуация. Он, не знаю, что получилось, почему он признался. Но он матери говорит, вот те деньги, тысяча сто сиклей серебра, мало это или много, я не знаю, но которые пропали у тебя, я их взял. И за которые ты изрекла проклятие при мне. Братья и сестры, сколько ситуаций у нас в жизни, непонятных таких, и прежде чем нам что-то в пылу гнева своего не обдумано что-то говорить, нам надо хорошо подумать прежде. Очень хорошо подумать. Вот эта женщина, мать, она никогда даже, может быть, мысли такой не допустила в сердце, что эти деньги взяты сыном ее. Может быть, даже единственным. И она изрекает проклятие. дважды мне в жизни пришлось быть в такой семье, где отец, ну, если не проклятие, то какие-то плохие слова сказал в адрес сына своего, и потом большие, большие переживания были. был в одной, один только момент скажу. Вот каждый, вот мы, бывает, смотрим на детей, некоторые дети подвергаются особым духовным искушениям, как бы с самого детства. И вот так раздражают. Так раздражают. И вместо того, чтобы, вместо того, чтобы молиться, вместо того, чтобы выпросить эту душу у Господа, это я в первую очередь и себе, братья и сестры, говорю, потому что опыт только, ну, опыт, он не сразу приходит, со временем. Вот, приходит. Вот. И вместо того, чтобы, вот, вымолить эту душу перед Господом, что происходит? И вот и в этой семье, уже уходя на собрание, этот ребенок очень себя нехорошо ввел. Он его до этого и наказывался, а потом он сказал грубое слово, ну, я, может быть, повторю даже это слово, ты, говорит, совсем осатанел уже. И легион бесов вошло в этого человека. Вот. Из той компании, которой когда-то утопили вот стадо свиней. Вот. Это потом уже, когда молились, выяснилось. Братья и сестры, как важно не в пылу гнева произносить слова. Как важно, может быть, когда вот такие ситуации, просто молиться об этом. Молиться, чтобы Господь сохранил. Чтобы Господь сохранил. Это очень важно. Вот эта женщина, она не так поступала. Я обозначил эту свою проповедь и уже сказал, что как нельзя. Вот в этой, вот то, что происходит, вот в этой истории, тут все не так, как нужно. Вот буквально каждый текст говорит о том, вот так нельзя. Вот так нельзя. И Миха в третий стих и возвратил он матери своей тысячу сто стихли серебра. Возьми. Мать говорит, да я это посвятила Господу. Братья и сестры, ну если ты посвятила Господу, ну пропали. Ну, значит, так нужно. Поблагодри Бога. Ну, так ведь? Господь взял. Господь дал, Господь взял. Вот есть, например, Иов так говорит. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господня прославлено. А вот здесь все не так. Она, ну, посвятила Господу, а сама проклинает за то, что пропало это серебро. Серебро. Ну, казалось, Господь-то принял. Ну, тогда поблагодари Господа. Нет, тут все не так. И что происходит? И она тогда из этого серебра, следующий текст, но он возвратил серебро матери, своей мать его взяла 200 сиклей серебра и отдала их плавильщику, и он сделал из них истукан или той кумир, который находился в доме Михи. «И был у Михи дом Божий, и сделал он Ефат и Терафим, и посвятил одного из сыновей своих, чтобы он был у него священником». Посмотрите. Он отдал матери, мать, она же его посвятила Господу, это серебро, отдала плавильщику, и сделали что? Истукан, Терафим, Ефат, и устроили у себя дом Божий. Вот камень, который отвергли строители. А Слово Божие говорит, чтобы в одном только месте был дом Божий. Помните, да? Там не два должно быть. В одном месте жертвенник, туда должны были приходить люди поклоняться народу Божий. Вот все не так. А потом и вообще, из всех перечисленных вещей только Ефат соответствует церковным канонам. А все остальное, эти Терафимы, вот эти истуканы, они вообще не... Идольское служение, идолам. Все не так. Но и даже знаете что? И Миха посвятил одного из сыновей своих в священники и устроил у себя дом Божий. Священники. А кто должен быть священником? Только из колена Левина. А Миха был из какого колена? Ефрема. Посмотрите. И тут не так. Кто незаконно подвизается, не увенчается, апостол Павел говорит. Законно это на основании Слова Божия. Вот так говорит Господь. И не нам задавать вопросы. Господи, а почему? Уже когда-то Корей, Дафан и Аверон задали вопрос Моисею, Арону, Господу. Что вы только один святый? Вы только святые. Весь народ свят. Что с ними произошло? Разверзлась земля и живыми поглотила. А тут дерзость такая. Господь уже в слове своем обозначил, границы обозначил, как должно быть. Но вот здесь все не так. Все не так. И это не так. Но, когда мы читаем дальше, почему, вопрос, почему Миха так поступает? Братья и сестры. Да потому что Он хотел. Вот уже в 18 главе Он, когда другой, другого священника назначил Он вместо сына своего. Я поставил, я его и сместил. Понимаете? Вот. А когда Он другого, о котором мы потом ниже поговорим, поставил, Он говорит, вот точно теперь будет Господь благоволить мне. Потому что у меня левит священник. Точно. То есть все это Миха дело, братья и сестры, с искренним сердцем, желая, чтобы Господь благоволил, чтобы Господь благословил от чистого сердца. Он старался, искал Божьих благословений. Но вот только в том беда, что благословения Божьи, они обозначены Словом Господнем регулируются. в послушании Господу, в послушании Господу, на основании Его Слова, камень, который Господь дал, чтобы он был главой угла, а все остальное фантазия человеческая. И все, что человеческое, не устоит, как тот дом, о котором Иисус Христос Матфея, по-моему, в седьмой или в восьмой главе, в конце седьмой главе, говорит, что поставили не на камне, а на песке. Камень отвергли строители, а на песке, на песке умыслов своих, мыслей своих, желаний своих, похотей своих, ну, даже хороших желаний. Человек, когда строится, не увенчается. Так и произошло. Читаем дальше. В те дни не было царя у Израиля. 6 стиха. Каждый делал то, что ему казалось справедливым. Один юноша из Ефлиема Иудейского, из колена Иудина, левит, тогда жил там. Обратите внимание, мои сестры, один юноша, без имени, без фамилии, из Вифлеема Иудейского, из колена какого? Иудина. Опять не из колена, именно левитского, а из колена Иудина. И вот что он сделал. Тогда жил там. Этот человек пошел из города Вифлеема Иудейского, чтобы пожить, чтобы пожить, где случится. И идя по дорогу, пришел на гору Ефремову, к дому Михи. И сказал ему, Миха, откуда ты идешь? Он сказал ему, я левит из Вифлеема Иудейского, и иду пожить, где случится. Конечно, тут есть вопрос. Может быть, у него удел, как действительно он из колена был, левита, ну, хотя тут сказано из колена Иудина. И вот, странствующий такой. Ну, если Миха мог сына своего посвятить священнике, почему бы и мне не сделать со священником, да? Ну, юноша. И вот он ходил, где кто больше задаст зарплату, искал, и пришел, набрел, набрел на Миху, просил родственные души. Вы думаете, случайно совпадение там встретились? Нет, случайностей нету. Это родственные души, они друг друга нашли. Они друг друга нашли. И вот, Миха спрашивает, кто ты? Да я вот такой-то. Вот иду, где случится, где пожить, вот, и так далее. И сказал ему Миха, останься у меня и будь у меня отцом и священником. Я буду давать тебе по десяти секлей серебра на год потребно одеяния и пропитания. Левит пошел к нему и согласился Левит остаться у этого человека и был юноша у него как один из сыновей его. Миха посвятил Левита и этот юноша был у него священником и жил в доме Михи. И сказал Миха, теперь я знаю, что Господь будет мне благотворить, потому что Левит у меня священником. Вот так как бы произошло утверждение. И что происходит дальше? Следующая глава начинается. Был, значит, у колена Данова не было, не всем хватило земли. И они пошли искать землю, чтобы завладеть этой землей. и шли и пришли к дому Михи. Остановились у дома Михи, стали там разговаривать, вот он слушает, кто-то поет. Узнали, что это Левит. Оказывается, служба там была, как, видимо, у православных, все нараспев. Очень красиво пел. И вот он услышал голос Левита и говорит, кто? Да вот Левит. Поговорили с Левитом и пошли там в свое место. И когда уже со всеми остальными из колена Данова пошли 600, по-моему, там человек завоевывать то место, которое они выбрали, то опять зашли в дом Михи. Видимо, по пути было. Все дороги, видимо, так сходились, шли мимо дома Михи. Пришли в дом Михи и мысль возникла. Какая мысль возникла? А почему бы нам не взять этого с собой священника? И взяли и стуканы взяли, Миху взяли, то есть этого левита взяли и пошли дальше. Миха выскочил, что ж это вы делаете? Когда догнал их Миха, они поговорили, говорит, если ты не отстанешь от нас, мы тебя убьем. Тебе будет очень плохо. И он вернулся. Пришли они в ту землю, завоевали землю колено данного сначала поставили Миху, а потом его и сместили. Сместили, другого назначили священником. Вот так закончилось строительство вот своей жизни, своего служения вот этого левита. Почему? Потому что вот в этой истории, которую я прочитал, тут все не так, братья и сестры. Буквально каждый текст священописания говорит о том, как нельзя поступать, как нельзя поступать. Дальше не описано, как поступил этот священник, не написано, какие переживания были у Михи, ничего не написано. А вот по факту произошло то, что произошло. И казалось бы, Господи, почему ты не защитил? Почему ты не защитил? Вот какие великие обетования, хор пропел, да? И язва, которая будет не поразить, и стрела летящая, и болезнь никакая. Почему? И если не приткнешься ногой твоя камень, а тут все наоборот, все вот одно как бы за другим, хотя вроде бы стремление и желание угодить Господу, стремление и желание, чтобы Господь благоволил. Оказывается, братья и сестры, вот есть в 11 главе послания апостола Павла к евреям, там написано, вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. А кто должен это осуществлять? Мы. А что такое вообще вера? А вера, братья и сестры, это упование и доверие Слову Божьему. Мы вот в нашей жизни, после того, как произошел разрыв с Господом, до грехопадения у человека было видение. Он духовные вещи мог видеть. совершенный взгляд был. А потом, когда человек согрешил, у него открылись глаза на вот эту жизнь. А вот в этой жизни апостол Павел говорит, что теперь мы ходим не видением, а верою. А вера это как раз вот этот камень, который Господь дал нам для того, чтобы мы созидали свое спасение, свою жизнь созидали. Вот этот камень Слова Божия ходим мы верою, а не видением. Но когда настанет совершенное, тогда мы увидим его, как он есть. Мы только к этому совершенству идем и желаем этого. Тогда все, что временно, оно отпадет. апостол Павел говорит, сегодня пребывают все три вера, надежда и любовь. Но любовь из них больше. Любовь она остается. Почему? Потому что Бог есть любовь. А вера и надежда она до того момента, пока мы разрешаемся вот с этим видимым миром и временной жизнью разрешимся. И тогда наступит совершенное. Тогда наступит совершенное. А вера это она от Слова Божия, от слышания. А слышание от Слова Божия. Поэтому вот этот камень, который отвергают многие, кто-то умышленно отвергает, потому что невыгодно на этот момент, кто-то по неверию отвергает, думая, что а может быть не совершен Господь. Ведь кто не верит Богу, тот представляет его лживым. Это очень ужасно, очень опасное положение. Значит, усомниться. Вот мне кажется, что мои пути лучше. Вот Господь что-то ну не так не так создал меня, надо что-то подкрасить, что-то приукрасить, это в личном плане, вот спор с Богом, противность, кто-то может быть, вот Господь хочет судьбу не туда дать, надо подправить, надо подправить. Знаете, до каких моментов доходит беседу с одной девушкой, она заворожилась юношу, и вот он как теленок идет, вот, и вместе жить потом не могут, и не вместе не могут жить, понимаете, то есть вот до таких вещей доходит, а если бы доверить судьбу свою Господу, братья и сестры, судьбу свою Господу доверить, разве не лучше ли Господь желает нам? Ведь воля Божия благая, угодная и совершенная, и отвергая эту волю Божию, или даже не желая познать ее, мы вступаем в какую проблему? отвергаем этот камень, который Господь дал, для того, чтобы на этом камне мы строили свое здание, и печаль этого строительства в том, что только можем мы под конец своей жизни понять, что же мы строили. я военный строитель, в стройбате служил, и вот мы девятиэтажку строили, но я сапожником был в армии, чинил сапоги, обувь чинил, ну а наша рота строила с кирпича силикатного, и вот седьмой этаж, они до седьмого этажа дошли, и плиты перекрытия стали проваливаться, то есть здание так вот расширилось немножко, площадь, как сказать, квадратные метры увеличились для каждого жить, кто получил бы в этой квартире жилище себе, вот так вот мы можем строить, ну а по сути дела непригодно это здание, почему? От чертежей уклонились, уклонились от чертежей, камень, который отвергли строители, а ведь это был камень краеугольный, избранный, и верующий в него не постыдится, братья и сестры, печально, вот если мы смотрим даже на этот камень, на народ израильский, как он строил, они же отвергли этот камень, а какое основание, какие мысли у них хорошие были, вот если все последуют, помните 11 глава, когда Христос воскресил Лазаря, и сделали первосвященник, и книжники совещания, что же делать нам с этим человеком, весь мир идет за ним, если мы так оставим, то придут римляне и завладеют нами, так они рассуждали, вроде как бы пекутся о всем народе, пекутся об историческом будущем своего народа, а по сути дела, так и произошло, то они уже были в рабстве, и они этого не хотели видеть, сознавать этого не хотели, и отвергнув этот камень, они забыли слова псалмопевца, что если Бог не сохранит город, то напрасно бодрствует страж, если Господь не созиждет дома, то напрасно трудятся строющие его, вот простые слова, но какие они веские, какие они аргументированные, они аргументированы на величие силу и славу Бога, который, как читаем, вот, например, сын Саула, своему слуге говорит, Иоаннафан, говорит, да Богу разницы через одного сделать победу или через многих, нету для Господа никакой разницы, и вдвоем пошли и поразили войско, да, посмотрите, какую победу даровал Господь, вот, мы имеем дело с великим Богом, если Господь не созиждет, если Господь не сохранит, напрасно вся суета там будет происходить, вот камень, который дал Господь в основание угла, этот камень, на этом камне мы должны строить жизнь свою, общество свое, и тогда этот устоит, и тогда будет благословение, другого нету, другого нету, пусть Господь благословит, братья и сестры, и направит наши сердца и желания к тому, чтобы мы были разумными, и искали, что есть воля Божия, а она благая, угодная и совершенная, и прославится Господь в жизни нашей, и вот мы знаем многих таких, кто уходит с этой жизни с такой радостью, как апостол Павел говорит, и теперь готовится мне венец правды, да, венец жизни, и не только мне, но всем, кто возлюбил явление его, кто возлюбил пришествие его, кто возлюбил Господа, а что значит возлюбить Господа, это значит и слушать его, повиноваться слову ему, его, не искать что-то, чего-то сверх естественного, а вот, мы ходим верою, а не видением, мы ходим, вот, вот основа, прочитали, это заповедь Господа, это вот так, это как раз вот этот фундамент, который, который дал Господь для созидания личного нашего спасения, для созидания нашей семьи, для созидания нашей церкви, для созидания вот с теми, с кем мы имеем общение, и все это тогда во славу Господа, вот, еще один момент, и мы помолимся, знаете, вот когда Валаам, Валаак позвал Валаама для того, чтобы он проклял народ Божий, вот числом, по-моему, 40 глава, читаем, и там интересная мысль, когда Валаам посмотрел с горы на общество народа израильского, и знаете, он воскликнул, как прекрасны жилища твои, Израиль, как прекрасны, то есть там все так было поставлено, вот колено за коленами, а в центре ковчег завета, скиня собрания святой святых, и ночью, это же было рано утром, еще темно было, столб огненный освещал вот этот стан, в каждом колене был свое знамя, свой шатер покрашен в определенный цвет, и это он посмотрел, как прекрасно твои жилища, как прекрасно то, что созидает Господь, даже физически посмотреть, Люба, даже вот побыть в такой семье, в такой церкви, где Дух Господен, там можно почувствовать эту благодать, как когда ученики пришли в один город, в Антиохию, и они увидели благодать Божью, увидели, оказывается, ее можно увидеть, ее можно почувствовать, потому что Господь там, а нельзя не заметить Господа, и отдыхаешь сердцем и душою, вот там, где присутствие Божия, а почему? Да потому что кто-то, вот даже вот в этой же 11 главе Деяния апостолов, кто-то ушел из Иерусалима, когда были гонения, и замкнулся, и не стал исполнять волю Божию, вот почитайте там, а кто-то стал исполнять волю Божию, и вот те кто-то были как раз в Антиохии, и там действительно благодать Божия была, они положили в основании вот этот камень, вот этот камень, а кто-то даже из первоапостольской церкви отверг этот камень, и о них ничего не сказано, а вот те, которые не отвергли этот камень, он сделался главой угла, и видно даже было ту благодать, которая была в Антиохийской церкви, братья и сестры, тогда, когда Господь присутствует в нашем сердце, в нашей семье, вот это это будет прекрасно, это хорошо, и это увенчается, тот человек увенчается, и велика слава, и честь будет нашему Господу, и мы сейчас помолимся, прославим Господа, аминь. во-вторых, аминь. Субтитры создавал DimaTorzok